Этот день вы не найдете в календаре праздника. Сегодня никто не будет нырять в фонтаны или устраивать торжественное шествие. В Нижний Новгород пришел День Жестянщика. Если атрибутами, например, Нового года можно назвать елку, мандарины и салат оливье, то в День Жестянщика обычно пробки и очереди в шиномонтаж. Конкретно с этой организацией мы не договаривались. Поехали по русской традиции на авось и не прогадали. Все как положено. Люди стоят в очереди, рабочие зашиваются настолько, что даже некогда дать интервью. А вот автолюбители говорят, что уже сейчас необходимо переобуться. Снег выпал, значит, надо переобуться. Но он же растает завтра. А кто его знает? Разные сведения есть. Через неделю снова выпадет, через две, через месяц. Какая разница, когда? Синоптики обещают потепление на следующей неделе, поэтому переобуваются далеко не все. В сводках ГИБДД уже есть данные о серьезных ДТП, пока речь больше идет о области. Этим утром за очень короткий промежуток времени произошло 11 ДТП с пострадавшими. Это ДТП за два часа. Ну, скажем так, за весь вчерашний день, за вчерашние сутки было 7 ДТП, за позавчерашний – 5. В ГИБДД напоминают, гонять на скользких дорогах не нужно. Но и самим пешеходам необходимо быть внимательнее. На скользкой дороге водители могут просто не успеть среагировать на внезапные появления людей на дорогах. Отметим, что никакого транспортного коллапса на дорогах Нижнего Новгорода сегодня нет. Возможно, потому что многие автолюбители поступили примерно вот так и оставили свои машины дома. Александр Быков, Алексей Заволов. Объективно ННТВ.